Урны для голосования, документы комиссии, помещения и так далее И здесь очень много вопросов и по безопасности, и по достоверности, и по сохранности Но и этого властям показалось мало Конкретно на этих выборах в этом году, 9-11 сентября, будет применяться еще одна новация Которая заключается в том, что теперь идут по пути отказа от бумажных списков избирателей Если раньше ты приходишь на участок, за каждым столом соответствующий член избирательной комиссии Перед ним огромная книга, где все избиратели по тем или иным адресам Можно посмотреть, не проголосовал ли кто-нибудь за, допустим, ушедшего из жизни родственника или знакомого соседа То есть можно было даже избирателям самим отчасти благодаря этим книгам осуществлять контроль И наблюдателям было намного проще Теперь от этого отказываются Бумажные книги теперь остаются только в виде второстепенного тубликата А первостепенной становится технологией использования электронных списков избирателей То есть теперь все будет в компьютере И даже запланировано специальное обучение для членов комиссии с правом решающего голоса Которые, значит, будут обучены владению этими списками Но не для всех, а лишь единичные Это, кстати говоря, я думаю, должно быть одним из требований наших Чтобы все-таки власть всех членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса Они в зависимости от того, от кого они выдвинуты Обучило использованию этих списков И вот все это в сочетании Дистанционное электронное голосование Многодневка Электронные списки избирателей Которые стирают в известной степени грань Между вот этим дегом и традиционным голосованием Все это, конечно, не идет на пользу выборам Все это идет на пользу фальсификаторам, подтасовщикам Все это расширяет серую зону В которой можно так или иначе пытаться манипулировать результатами Это не может нас не беспокоить Потому что мы с вами все-таки представители левопатриотического фланга Мы очень переживаем за судьбу нашей Родины Особенно сейчас, в это сложнейшее время Когда обострилось на Россию давление со всех сторон Мы видим, как ополчился против нас Запад Мы видим, что на фоне специальной военной операции Очень сильно ухудшилась международная обстановка Идут санкции, дипломатическое, военное, информационное давление на нашу страну Естественно, в таких условиях рассчитывать на выживание Можно только если общество будет сплоченным, консолидированным А те, кто во власти проталкивает вот такие проекты Кто предлагает гражданам подмену выборов какими-то непонятными голосованиями В которых еще непонятно кто может манипулировать результатами Все это, конечно, способствует подрыву доверия и к власти, и к институту выборов Это разобщает общество, они сплачивают его И таким образом, те, кто этим занимается, уж я не знаю, вольно или невольно Но льют воду на мельницу противников нашей страны Ухудшают нашу безопасность и подрывают изнутри нашу державу Мы считаем, что таким людям ни место ни во власти, ни в избирательных комиссиях И для нашей Родины, для нашего народа, для того, чтобы наше общество было вообще способно выжить в исторической перспективе Нам нужны нормальные выборы, без манипуляций, без подтасовок, без дега, без многодневки Без вот этого безобразного электронного списка по нормальной процедуре Которая позволяет действительно установить волю избирателей и провести во власть тех, на кого указал народ А не те, кто угоден чиновникам или олигархам Поэтому вот из этого мы исходим в наших подходах Мы считаем, что правда на нашей стороне И я бы сейчас очень попросил высказаться наших товарищей, присутствующих здесь Для того, чтобы раскрыть эту позицию И мы могли вам точнее донести мнение Компартии по вопросу о совершенствовании избирательного законодательства Мы не пришли ни на дежурное мероприятие Здесь МГИК Вроде бы мы недавно дискутировали с председателем городской комиссии Вроде бы все лояльно, все хорошо Но принципиальные позиции как были, так и остаются Воровской ДЭХ как был, так и остается Непонятная система так называемых электронных списков будет сохранена Товарищи, пропустите, пожалуйста, транспорт Электронных списков избирателей остается И я так понял, что будет усиленно внедряться И самое главное, все наши озабоченности Все наши неприятия Той ситуации, которая была в ходе электронного голосования На прошлых выборов, не то что не разрешено Нам по сути дела не ответили ни на один наш вопрос Ни на одно наше замечание Ни на одну, скажем так, техническую закорючку Которую мы высказывали в ходе обсуждения От наших наблюдателей, от наших технических специалистов Все оказалось шито, крыто и проштамповано решением судов Хотя суды еще не завершились Мы дальше обжалуемся в Московской городской избирательной комиссии Вот эти по-другому я не могу назвать Как там, ящики с под бананов с мигающими лампочками Да, друзья, добрый день Спасибо вам, что вы пришли Потому что на самом деле Сегодня, в условиях спецоперации Когда Россия действительно в кольце врагов Без преувеличения И власть справедливо вроде бы призывает нас Сплотиться, мобилизоваться Все для фронта, все для победы С такими словами невозможно скорить Но параллельно готовится государственное преступление Я бы его приравнял к вредительству и к измене родин Готовится очередная масштабная фальсификация На выборах всех уровней И в Москве, и в других регионах Посмотрите, что происходит Вот в Москве по всем подъездам Начали развешивать такие листовки Девятого... Товарищ, просьба машину пропустить Вот, видите, уже преступление-то в разгаре Черная машина разъезжается туда-сюда Мы недаром здесь собрались Девятого-одиннадцатого сентября голосуй онлайн Вот нигде я здесь не нашел информацию Что можно проголосовать и на избирательном участке Только онлайн И это на каждом подъезде Это не наводит вас на мысли о том Что власти жизненно необходимо Чтобы очень много людей проголосовали онлайн Потому что эти голоса мы не контролируем И с этими голосами потом можно делать что угодно Правильно? Да Правильно То же самое Целый год мы говорили о том, что трехдневное голосование неудобно Неудобно и для людей многих Неудобно для наблюдателей Сейчас нет никакой пандемии Роспотребнадзор об этом официально заявил Опять трехдневное голосование Для чего? Как вы думаете? Край! Край! Опять готовятся темные делишки Но мало того В Свердловской области что творится? Как в 90-е годы, я не знаю Бандитизм Агитаторов от КПРФ Избивают Избивают, калечат В буквальном смысле слова Какие-то бандиты Сжигают машины У кандидатов от КПРФ Пытаются не регистрировать списки Это как-то сочетается с призывами власти К сплочению, к мобилизации И к патриотизму Как вы думаете? Сочетается? Нет! Поэтому я считаю Мы сегодня должны И просто обязаны Во-первых, власти сказать Дистанционное электронное голосование В нынешнем виде Это именно вредительство И надо вводить в уголовный кодекс Такую статью вредительства И за использование ДЭК Сегодня привлекать всех этих вредителей К уголовной ответственности Поддерживайте! Да! И кто в этом здании находится И в других зданиях И в ЦИКе И в администрации президент Потому что они сладко говорят Но делают грязные дела Параллельно Мы должны призвать к тому Чтобы ответственность За фальсификации на выборах Была ужесточена многократно Я считаю Вплоть до пожизненного заключения Согласны? Да! За масштабные фальсификации А почему нет? Потому что это сегодня, я считаю Надо приравнять к измене Родин Потому что с одной стороны Нас призывают Сплотиться против агрессии Запада А с другой стороны Своими же действиями Вот этими грязными Дают Западу Опять нас обвинить В очередной раз Россию В нарушении прав граждан В бесчестных выборах В фальсификациях Кто этим занимается Если не вредитель? В каких кабинетах Сидят эти вредители? Как вы думаете? И мы знаем ответ на этот вопрос Но пока не поздно Надо одуматься Потому что власть должна четко понимать Если на фоне призыва к патриотизму И сплочению Люди в очередной раз увидят Грязные фальсификации на выборы В очередной раз увидят Эти космические результаты Единой России Которые никак не соответствуют реальности Извините Никакого желания сплачиваться Не появится от этого И никакого избытка патриотизма У думающих людей Тоже не появится Потому что думающие люди Прекрасно будут понимать Что под прикрытием Патриотических лозунгов Власти опять творят Свои грязные делишки И хотят просто и дальше Узурпировать свои полномочия Ведь так, друзья, получается? Поэтому в заключении Я еще раз С одной стороны прошу И обращаю ваше внимание Что мы должны каждый день Власти призывать К порядку и к реальному патриотизму А реальный патриотизм сегодня Это честные выборы в том числе Только честные, свободные И прозрачные выборы На этих выборах не осталось Никаких националов-предателей Кто? Мы и коммунисты националов-предатели Или кто? Против кого они борются? И второе, конечно При всем Вот этом потоке Критики в адрес выборов Которая специально В том числе сегодня льется И с ютуб-каналов И с других пропагандистских ресурсов Людей хотят отвратить От участия в выборах Мы призываем Всех наших сторонников Всех сторонников Левого поворота Всех сторонников Социалистических перемен А только сегодня Это спасение для России Только сменив курс Развития России Можно сегодня Выстоять и победить В этой, ну по сути дела Войне Которая нам объявлена Коллективным западом Капиталистическим западом Только поворот к социализму Поэтому сегодня У каждого нашего сторонника Есть шанс повлиять на ситуацию Обязательно прийти 11 сентября на выборы Своими ногами Никакого дэга Не отдавайте свой голос Мошенникам Только своими ногами На участок 11 сентября Записывайтесь в наблюдатель Помогайте нашим кандидатам Если мы сегодня Не возвысим свой голос В пользу левого поворота И социалистических перемен Значит Власти опять убедятся в том Что можно и дальше Унижать наш народ Прикрываясь патриотической риторикой Можем мы этого допустить? Нет Вот сегодня Исторический момент Это вот действительно Голосование сегодня За КПРФ За левый поворот Это и голосование За жителей Донбасса За жителей Крыма За жителей тех территорий Которые сегодня думают Быть ли им с Россией Или не быть И нынешняя олигархическая Россия Не для всех притягательна Скажем откровенно А Россия справедливая Россия социалистическая Сможет стать Центром сборки Нового Блока стран Не побоюсь этого слова Который Сможет стать реальной Альтернативой гегемонии Западного капитала Но для этого Сама Россия должна поменяться И для этого 11 сентября Надо голосовать Только за команду КПРФ И левопатриотических сил А все Кто выборы Будет фальсифицировать Должны привлекать К ответственности За измену Родине Согласны, друзья? Да Давайте скажем вместе Даешь честные выборы 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 Продолжение следует...